Всем огромный привет! Добро пожаловать в новое видео! Я очень рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня еще такой замечательный, светлый, православный праздник. Поэтому я хочу вас поздравить, пожелать здоровья, счастья, гармонии, любви. Ну и чтобы свет был в ваших сердцах. А я заказала продукты из магазина Вкусвилл. И, ну так, буквально на один-два дня. Заказала продукты из магазина Вкусвилл. Хочу приготовить борщ. Сейчас разморозила мясо. Ну я взяла здесь там на один-два дня для борща, в общем. Так, взяла сливки 20%. Сама еще не знаю, зачем точно. Ну, может быть, макрошки сделала со сливками. Лук. Еще сметану для борща взяла. Мне нравится вот эта вот вологодская вкусная сметана. Вообще во вкусу у меня сметана не очень нравится. Так, давно не брала сыр халуми. Это делает ей горлык молоком. Я люблю, вот Ильяне тоже очень нравится. Саше, Лиза, ну Лиза вообще как бы очень так категорично к еде. Она любит максимально известные ей блюда. А это сыр для жарки. Очень вкусный. Именно когда его пожаришь на сковороде, либо без масла, либо просто с минимальным количеством. Можно также на гриле. Так. Макарошки взяла, потому что у меня, по-моему, все закончились. Сыр. Вот этот вкусный. Во вкусу у сливочный. Я вообще всегда во вкусу, когда что-то выбираю, я обязательно смотрю на изготовителя. Знаете, у них сейчас такая история началась. Если открыть отзывы, можно прям увидеть большое количество негативных отзывов на определенные продукты. То есть, если рейтинг там 4,7, надо прям читать. Потому что бывает даже что-то, у кого-то вкусно и нормально, а у кого-то нет. Потому что разные производители. Так как вкусил сотрудничает с большим количеством разных производителей, в том числе ИП. Есть прям продукты, очевидно, там какие-то пропавшие. Мне недавно курицу привезли, прям несвежую. Деньги мне, конечно, вернули. Но, во-первых, я ждала. Во-вторых, я не хочу гадать. В общем, мне кажется, проблема в том, что вкусил сотрудничает с большим количеством индивидуальных предпринимателей. Индивидуальный предприниматель, индивидуальному предпринимателю рознь. То есть, это может быть прям полноценная компания, которая соблюдает все меры, еще что-то. А может быть, вообще не так. И мне пару раз попалось волос в виде. Я ничего не покупаю из готовых продуктов. В общем, смотрю, чтобы производитель был либо тот, который я знаю. Часто там, допустим, мне нравится продукция умалат. И во вкусил все то же самое. Просто упаковка их. Вот я беру без каких-то нареканий. Вот мне сливки вот эти очень нравятся. В общем, в последнее время у меня к этому магазину много вопросов. Так, сладкий перец взяла. Также для борща и, может, для салата свеклу и капусту. Я взяла молодую капусту Узбекистана. Она у них прям вкусная. Сейчас молодую сложно найти. А вот во вкусил есть. Чаще всего получается, что готовкой я занимаюсь в первой половине дня для того, чтобы успеть к обеду покормить детей. Потому что Ульяну из школы я забираю после 12. И попозже туда уже приходит Лиза. Соответственно, тоже нужно накормить ее обедом. И вот чтобы была готова вкусная еда, я как раз трачу вот это утреннее время. Сначала готовлю завтрак, но получается, что девчонок кормлю завтраком до того, как они уходят в школу. А сама завтракаю попозже. И Саша вместе со мной тоже завтракает попозже. Поэтому готовлю завтрак для нас с мужем. И сейчас буду готовить шакшуку. Много раз говорила вам, что это, наверное, мое любимое блюдо на завтрак. Получается очень вкусно, не надоедает. И, по-моему, ни разу не делилась рецептом. Поэтому тут как раз делюсь. Готовится очень просто, но при этом получается действительно вкусно. Мою яйца в первую очередь всегда, когда готовлю блюда из яиц. Особенно, если я их не варю, то тщательно мою. Перед варкой также мою, но обычно без средства, потому что все-таки они провариваются. Для того, чтобы помыть яйца, я беру такие салфеточки одноразовые. Наношу средства для мытья посуды, фруктов, овощей. И вот так мою. Иногда просто руками, но когда используешь салфеточку, как-то, знаете, лучше вот это средство смывается. И также помою сковородку, в ней и буду готовить. Я с утра жарила девочкам омлет, поэтому быстренько помою. И здесь уже буду готовить свою шакшуку. Салфеточку. Салфеточку. При приготовлении шакшуки очень выручают вот такие пакетики от Бандюэль. Я не могу сказать, что это прям лучше, чем если вы нарежете свежие овощи. Конечно, это чуть хуже, допустим. Будет лучше, если вы возьмете свежие овощи, а если они еще и летние, нарежете. Или, как я, например, делала заготовки в морозилку, сама такой зажарки. Но я всегда стараюсь чуть-чуть украсть у времени несколько минуток, поэтому обычно по утрам я тороплюсь, хочется побыстрее приготовить завтрак. Использую вот такие пакетики. Они есть разные. Есть с томатом, ну там есть два вида. Есть с томатом, а есть нет. Покупаю и те, и те. Для шакшуки вообще традиционно я использую лук, морковь, болгарский перец. Здесь конкретно в этом пакетике еще зеленая фасоль и нет томатов. В другом пакетике нет фасоли. Есть томаты. Ну и так, и так, можно использовать любые овощи, которые любите. И мне кажется, что чем больше овощей, тем вкусно. Выкладываю на сковороду и обжариваю до готовности. Здесь, кстати, еще в составе есть кабачок. Пока у меня будут размораживаться и готовятся овощи, я обжарю бекон. Ну просто добавлю. Это не идет в блюдо к шакшуке. Это просто я отдельно обжарю бекон в качестве, ну такой, добавки к завтраку. Я не ем жир ни в каких блюдах, ни в беконе, ни в рыбе. В общем, ни в шашлыке, где бы ни был жир, я его не ем. А бекон сам по себе очень люблю. Ну, в общем, я не целиком полосочку ем, а, знаете, выедаю вот этот кусочек мяска. И для того, чтобы жира осталось как можно меньше, я выкладываю ровно бекон полосочками на сковородку. И на минимальном огне подольше вытапливаю, чтобы как можно больше жира вытопилось и как можно больше мяса осталось. Я люблю заниматься приготовлением еды с утра, когда дети в школе. И я убеждена очень глубоко в том, что готовить нужно в хорошем настроении и с хорошим самочувствием. Тогда еда получается гораздо вкуснее, посыпанная любовью. Честно говоря, много раз убеждалась в том, что когда готовишь, когда себя плохо чувствуешь, или там какая-то торопливость есть, прям нервозность, еда получается не такой вкусной. Хотя делаешь вот всё то же самое. Поэтому, когда меня ничто не отвлекает, как раз я могу спокойно поснимать, я вот предпочитаю готовить именно в первой половине дня. И при этом стараюсь, опять же, экономить время. И между тем, как готовлю, сразу мою посуду. Тогда на кухне порядок и настроение уже совсем другое. Стараюсь не терять ни минутки. Пока там что-то обжаривается, я, например, разбираю посудомоечную машину. Вообще моё утро складывается таким образом. После того, как дети ушли в школу, я их собрала, покормила завтраком. Я завтракаю сама, потом убираю посуду после завтрака. Разбираю посудомойку, чтобы в течение дня можно было складывать туда посуду. Или, например, если я что-то готовлю и складываю сразу в посудомойку, она наполняется, сразу её запускаю. И потом после обеда разбираю, чтобы опять там после ужина можно было туда составить посуду. Ну, а то, что нельзя мыть в посудомойке или не поместилось, сразу мою руками. Когда мои овощи уже практически приготовились, начали поджариваться, я начинаю делать заправку. Посыпаю паприку. Это обычная некопчёная паприка. Также томатную пасту я беру вот такую свою любимую мути. С ней получается вкуснее, чем... Ну, вообще, я брала также резаные томаты от бренда мути, тоже очень вкусно. Ну, это вообще моя любимая. И достаточно много сахара. Ну, на такое количество томатной пасты и овощей я кладу где-то 2 чайные ложки сахара. Вообще на вкус. Но вот эта вот заправка, она должна быть сладкой. Поджариваю томатную пасту пару минут, чтобы она начала именно поджариваться. Вы прям почувствуете этот вкусный аромат. И в этот момент делаю углубление в своей зажарке под количество яиц. То есть я сегодня буду готовить 4 яйца. Соответственно, 4 углубления. И туда аккуратно разбиваю яйца для того, чтобы не повредить желток. И начинаю также, чтобы не повредить желток, аккуратно перемешивать белок со своей зажаркой. Для того, чтобы они стали единым целым. Дальше можно присолить, поперчить. Я вообще добавляю перец в саму зажарку. Ну, немножко присаливаю яйца. Накрываю крышкой. И на минимальном огне готовлю до нужной консистенции. Вообще по рецепту желток остается жидким. Я так не люблю, поэтому я держу подольше. Вы делайте по вкусу, как вам нравится. Вообще по классическому рецепту желток должен остаться жидким. Получается очень вкусно. Я поджаривала еще несколько ломтиков хлеба. И вот с хлебом, с багетом получается невероятно вкусно. Можно присыпать свежей зеленью, будет только лучше. Вообще вкусный и красивый завтрак, по-моему, залог хорошего дня. Поэтому я стараюсь делать тарелку, знаете, максимально разноцветной. Чтобы, ну вот когда ты только смотришь на эту тарелку, настроение поднималось. У меня так это и работает. Когда много цветов на тарелке, там есть и зеленый, и красный, и желтый. Как-то гораздо больше бодрости и настроения в течение дня. Такой заряд бодрости получаешь прямо с утра. Поэтому я еще хочу пожарить сыр халуми. Естественно, весь мы не съедим. Но также придет Ильяна и тоже потаскает. Она очень любит. Обжариваю сыр халуми. Нарезала огурец. И все буду красиво выкладывать на тарелку. Получается вкусный, яркий, красивый завтрак, который поднимает настроение и заряжает энергией на весь день. Сегодняшнее видео получилось из разряда «Мои утренние ритуалы в быту». То есть обычно первую половину дня я провожу на кухне. И действительно несколько часов нахожусь здесь. Занимаюсь домашними делами. Разбираю посудомойку, мою посуду после завтрака. Стараюсь делать все параллельно. Для того, чтобы сэкономить время, остальные полдня занимаюсь уже совсем другими делами. Уроки с детьми, какие-то домашние дела, стирка. Или, например, уезжаю по делам вне дома. Я убеждена в том, что эффективная организация времени на кухне во многом зависит от порядка. Причем от порядка как внешнего. То есть когда с утра мы заходим на кухню, если на кухне порядок, все чисто, красиво, гораздо больше энергии и настроения появляется для приготовления интересных каких-то вкусных блюд для своей семьи, а не просто вот самых простых, лишь бы только накормить своих близких. Также важное значение имеет и порядок в ящиках, поэтому время от времени я обязательно занимаюсь расхламлением, перебираю то, что находится в ящиках. Когда на кухне нет ничего лишнего, и каждую вещь легко и просто можно вернуть на свое место, это не отнимает так много энергии и опять же дает настроение и энергию для приготовления каких-то разнообразных блюд и различных таких кулинарных фантазий. На обед мне захотелось приготовить борщ. Как раз на выходные будет что пообедать и уже можно не уделять время готовке. Подробно рецептом делиться не буду. У меня такой классический кубанский борщ. Сначала я отвариваю бульон. Если готовлю говяжий бульон или не из домашней курицы, то готовлю на втором бульоне. В отдельной кастрюльке несколько минут отвариваю мясо, довожу его до кипения. Кипит он у меня несколько минут, а потом уже перекладываю мясо в чистую воду, в другую кастрюлю и уже варю бульон. Так пены получается гораздо меньше. То есть вот эта грязная пена, коричневая, она остается в другой кастрюльке. Я, конечно, ее снимаю, но все равно мне потом не приходится процеживать бульон. Бульон получается прозрачный, красивый и пену практически снимать не нужно. Там такая белая пена появляется совсем немножко. Внимательно следить не приходится, просто время от времени ее снимаю. Пока варится бульон, я занимаюсь зажаркой. В зажарку нарезаю соломкой лук, морковь, свеклу и болгарский перец. Сначала обжариваю болгарский перец, лук и морковь до мягкости на растительном масле, а потом добавляю свеклу, также ее обжариваю. Добавляю немного воды потом и тушу до мягкости. Потом уже добавляю лимонный сок, сахар, перец. Количество ингредиентов использую и регулирую по вкусу. Вот по необходимости. Можно даже попробовать зажарку. Как раз в это время, пока я занимаюсь зажаркой, бульон варится. Варю его примерно минут 40. Вот в тот момент, когда делаю зажарку, нарезаю ее, зажариваю. И потом занимаюсь заправкой бульона. Минут через 40 добавляю соль, перец горошком, лавровый лист, сушеные овощи. Заправляю его минут через 40 от момента закипания. Потом еще у меня бульон варится где-то полчаса. Я добавляю картофель, также нарезанный соломкой, а спустя минут 10 выкладываю зажарку. И он у меня варится еще полчаса, потому что говяжий бульон варится минимум 2 часа. И минут за 15 до окончания приготовления я добавляю капусту. Я думала, что купила молодую капусту, так было написано. Но в моменте, когда я ее резала, оказалось, что молодая была не молода. И поэтому я капусту проваривала минут 15. А вот когда беру молодую зелененькую капусту, то варю ее минут 5. Она такая молоденькая, тоненькая, буквально в самом конце приготовления. Минут 5. Но вот в самом конце приготовления я добавляю чеснок, продавленный через пресс. Зубчика 3. Получается очень вкусно. Можно также добавить зелень, но я предпочитаю добавлять свежую зелень в тарелку. Ну, а пока у меня варится борщ, я как раз отвечу на вопросы из телеграм, которые вы задавали. Продолжаю эту рубрику. Я не смогла пройти мимо этого вопроса. Он мне показался настолько интересным, что решила обсудить. Топ-3 книги от вас, повлиявшие на ваше мировоззрение или просто для души? Вот по сути, каждая книга, которая мне запомнилась, она повлияла на мое мировоззрение. Ну, чтобы не повторяться, из тех книг, которые я, по-моему, называла, я решила назвать другие. Хотя, конечно, их гораздо больше, чем 3. Обычно выбор книг у меня всегда склоняется в сторону какой-то тяжелой литературы, которая разрывает душу на части. Я не знаю, почему. Если выбираю фильмы, то обычно это какие-то легкие фильмы, сериалы, которые смотрятся легко, позитивно. Ну, а вот книги выбираю тяжелые, над которыми нужно думать, посмотреть на ситуацию глазами, зачастую негативных героев или героев, которые преодолевают то, что, казалось бы, преодолеть невозможно. Книга «438 дней в море» о том, как наша внутренняя сила способна покорить стихии. Повлияла однозначно на мое мировоззрение. Всем известное произведение Шолохова «Тихий дон». Очень сложный герой, которому сложно самому с собой. Вот такое мы любим, такое мы выбираем. Мне почему-то это очень нравится, разобраться, пытаться понять героя, который сам себя до конца понять не может. «Хижина. Разговор с Богом». Крайне тяжелая книга, которая учит все прощению и учит прощать то, что простить невозможно. Очень тяжелая, но рекомендую. Мне еще задавали вопрос, реально ли сейчас стать блогером и о чем рассказывать. Я думаю, что абсолютно реально и стать блогером можно абсолютно в любой момент, почему бы и нет. Вас ничего не должно останавливать. Есть огромное количество каналов, которые появились гораздо позже моего и набрали гораздо большее количество подписчиков за гораздо более короткий срок. Я не знаю, с чем это связано, потому что алгоритмы YouTube мне непонятны. И сколько бы YouTube не показывал свои уроки с какими-то своими подсказками, на мой взгляд, это совершенно не работает. Какие-то каналы набирают большое количество просмотров и подписчиков сразу. Какие-то каналы набирают свою аудиторию через несколько лет, а какие-то вообще не набирают. При этом это качественные, очень интересные каналы. Я, повторюсь, не знаю, с чем это связано, но вот о чем рассказывать вам виднее. Потому что блог – это про ваш внутренний мир, про ваши интересы. Только то, что вам по-настоящему интересно и в вас откликается, вы сможете передать своим зрителям. Вот только от этого у вас будут гореть глаза, и это определенно, совершенно точно будет считываться вашими зрителями. И еще вопрос, на который отвечу. Верю ли я в женскую дружбу? Много ли у меня подруг или одна с детством? В женскую дружбу я верю. И не только в женскую, в какую бы то ни было. Друзья однозначно существуют. Но, на мой взгляд, друзей много просто не может быть. Тут, конечно, важный вопрос, что именно подразумевать под женской дружбой. Есть такие приятельские отношения, когда вы встречаетесь с девчонками, общаетесь, проводите время вместе. У вас есть какие-то общие интересы. И такой формат отношений может длиться много лет, десятилетия, не знаю. У меня есть несколько подруг, с которыми мы так встречаемся, общаемся, можем куда-то сходить, поболтать. Но для меня скорее дружба в таком более глубоком понимании это когда друг становится тебе уже практически членом семьи, и ты можешь позвонить этому человеку в 4 утра и сказать, мне нужна помощь, приезжай. И через 15 минут твоя подруга будет стоять, как это было у меня неоднократно, на пороге твоего дома. Но она, скорее всего, на пороге стоять не будет, а просто зайдет, потому что она приходит к тебе как к себе домой. Такая подруга у меня есть с детства, ну, с подросткового возраста. Я перешла в новую школу, и мы подружились, когда нам было по 15 лет. И вот мы дружим уже, получается, 17 лет. Это такая дружба, которая перерастает во что-то гораздо большее, чем дружба. То есть я действительно считаю, что она, знаете, мой родственник, пусть и не кровный. Мы можем друг друга бесить временами, в чем-то и не соглашаться, потому что мы очень разные. Мы можем в чем-то друг друга не понимать, но мы точно знаем, что мы есть друг у друга, как родственники. То есть мы же миримся с какими-то странностями наших близких родственников, потому что они наши родственники. Вот так же и здесь. И такая подруга у меня одна. Сегодня ответила на несколько ваших вопросов. Мне, если честно, такой формат видео очень нравится, когда я могу поделиться с вами какими-то своими мыслями, и мы можем познакомиться чуточку получше. И вы можете меня, как человека, чуть больше прочувствовать, потому что канал все-таки сосредоточен на определенной теме, и вы можете видеть меня только с этой стороны. Мне кажется, это интересно. И также мне интересна обратная связь, так что напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете о таком формате видео. Мне, повторюсь, очень нравится. Субтитры сделал DimaTorzok На этом мое сегодняшнее видео подходит к концу. Спасибо, что досмотрели до конца. Впереди много классных новых роликов. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк к этому видео. До встречи в новых роликах. Всем пока-пока.